Временная приостановка членства Мы стали сказать, что же это за такой трехзвездный генерал из Вашингтона Роберт Джефферсон И обнаружили, что его попросту не существует Эту персону выдумало сатирическое издание «Панорама», все тексты на сайте которого представляют собой пародии и не являются реальными новостями Бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон в эфире телеканала BBC предложил временно ограничить права Литвы в рамках НАТО В противном случае позиция Вильнюса по транзиту грузов в Калининградскую область может привести к полномасштабному конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией Джефферсон заявил, будто Литва провоцирует Москву и ставит ее в такую ситуацию, в которой даже обычная неагрессивная страна задумалась бы о силовом решении вопроса К тому же сатирическую новость про приостановление членства в НАТО и заявление об этом фейкового генерала Роберта Джефферсона «Панорама» сопроводила снимком вполне себе настоящего, правда, генерала в отставке Это 37-й комендант корпуса морской пехоты США Роберт Неллер На этой неделе было принято решение, что, например, в Польше украинских мужчин сейчас будут отлавливать, на полном серьезе их будут отлавливать и отправлять обратно на Украину Почему? Потому что воевать уже там некому Дальше Белова повторила фейк уже в своей авторской передаче «Главное с Ольгой Беловой» Нехватку желающих воевать Киев пытается восполнить весьма своеобразно за счет иммигрантов и инвалидов Киев обратился к Польше с требованием депортировать из страны обратно на Украину всех мужчин призывного возраста Который, к слову, планирует снизить с 18 до 16 лет Жирную точку в опросе поставили в Министерстве иностранных дел Польши В своем твиттере ведомство официально заявило, что документы сфальсифицировали и никакой депортации украинцам не грозит Сообщения в социальных сетях о том, что украинцы в возрасте 18 и 60 лет должны быть депортированы из Польши, являются дезинформацией Фотографии, предназначенные для подтверждения этих тезисов, были сфальсифицированы, а представленные документы не соответствуют действительности Интересно, а вот Ольга Белова даст ли в эфире телеканала «Звезда» опровержение своим словам? Что-то нам подсказывает, что вряд ли Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира В котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества Только за 4 последних дня оккупанты выпустили по территории Украины как минимум 131 ракету В Кремле не считаются с жертвами среди гражданских, прилетает в жилые дома и места массовых скоплений людей Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался, мы требуем дать приказ прекратить сопротивление В Салой Рейхе произошло абсолютное засаливание мозгов, это очевидно Зато мне понравилось, что Зеленский устал притворяться, как истинный демократ в истинной демократической стране Взял и отобрал собственность Принято решение о переходе в собственность государства Активу стратегически важных предприятий Мотор Сич, Запорож Трансформатор, Автокрас, Укрнафта и Укртатнафта Просто отобрал, сказал Наш отпор врагу Крикнул маленький Фуа Должен быть максимально эффективным и слаженным У вас там сидит сущность в виде гномика Вот, я сейчас это почистю, уберу Ну, нужен ли нам контроль над островом Змеиной? Вот вопрос... Больше нет? А Одесса? Не хотим? Нет Николаев? Передумали? Я еще раз подчеркиваю, что нам не нужно сейчас играться в то, что мы уже проиграли Эта война будет долгой Мы уже четко знаем, чего в этой войне Но играться в то, что уже выиграли, тоже еще большее заблуждение Возможно, но я считаю, что грех уныния, это вот гораздо хуже, чем то, что когда мы... Причем здесь уныния Обматываем Русский язык сегодня проводник отнюдь не великой русской литературы А проводник Путина, Медведева, Патрушева Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия Еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию Быть языком межнационального общения Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры Это вопросы национальной безопасности Сохранения своей идентичности в глобальном мире Я думаю, что совершенно понятным образом украинцев сейчас тошнит От всего имеющего отношение к России и к русскости Я бы очень не хотел, чтобы русский язык считался личной собственностью Владимира Путина Он не принадлежит Путину Путину принадлежат те несколько поганых неологизмов, которые он ставил в русский язык Где нацификация, что там еще суверенная демократия Вот это пускай это русский язык Путина Языковой закон – это закон военного времени Сейчас, когда военное действие еще в самом разгаре Никто из украинцев не знает, когда завершится эта страшная война Какую территорию удастся или нет удержать агрессору Какие еще разрушения должна пережить Украина Сколько еще украинцев погибнет в ходе боевых действий Или от последствий ракетных ударов Но одно известно точно На территории, которую оккупирует Россия Не будет украинского языка и культуры Как их нет в Крыму и на оккупированной части Донбасса Там украинский язык начали вытеснять из жизни Образование и уничтожать еще в первые месяцы оккупации 2014 года Сегодня коллаборационисты делают то же самое В оккупированных районах Херсонщины и Запорожья Здесь нет ничего личного, ничего личного И я не сомневаюсь, что они сделают это везде, где смогут Будем стремиться Война России и Украины – это не просто война двух разных государств С разными границами, конституциями, парламентами и президентами Это не просто война авторитарного государства с демократией Это война цивилизаций Заповедь не убей, это когда гражданских, может, каких-то Тогда она, конечно, несовместима А это именно о защите Родины, о защите нашей веры О защите наших семей, родных Это, наоборот, боговодное дело На протяжении веков Российская империя делала все возможное Чтобы растоптать и унизить украинский язык и культуру Украинскую идентичность Чтобы привить украинцам комплекс неполноценности До сих пор живущий в мозгах многих украинцев Заставляющих ужасаться даже самоназначенных лидеров общественного мнения Как же мы без русской культуры и русского языка? Полагаю, как и все остальные государства современного мира Счастливо! Мобилизация нужна С 45-го года не провозилась мобилизация Поэтому идет в военкоматах вот такая несуразная ситуация Никто ничего не знает Вот, как вы думаете, зачем их туда отправляют? Куда, зачем? Родину защищать Вы что еще думаете? Вы что, сторонник английской разведки, что ли, тут сведения собираете? Нет Идите сами, сколько вам лет? Ну, скоро меня тоже призовут Вот и все, идите с чистой совестью Тут ерунду занимаетесь Разбить вас нас этой аппаратурой вместе с английской разведкой Бессовестные Спасибо Иди домой Прощайся с бабушкой, с дедушкой Поцелуй папу, маму, иди Я бы тоже пошел, но я же старик Все, спасибо большое Спасибо Бесточь Разрушение гражданской инфраструктуры с самого начала должно было стать приоритетом всех тех действий, которые мы делали Собственно, русский язык ни в чем не провинился перед украинцами Не он стал орудием русификации чужого народа Его превратило в такое оружие власть российского государства И та, сочувствовавшая шовинистам часть российского общества Когда-то Владимир Путин, кстати говоря, сказал о том, что русский мир заканчивается там, где заканчивается русский язык Ну, и все как-то в это поверили В это поверили И это было сказано еще до событий на Донбассе И вот именно Но вот именно события на Донбассе показали, что Собственно говоря, русский мир заканчивается там, где ему вовремя могут дать по морде CNN со ссылкой на ВСУшников утверждает, что украинские подразделения почти достигли основных российских оборонительных линий на Запорожском направлении Офицер ВСУ заявил американскому телеканалу, что район между деревнями Работино и Вербовое сейчас самый жаркий